В СССР эта песня стала практически народной. Жители постсоветского пространства неразрывно связывают ее с творчеством популярных в 70-е годы минувшего столетия группы Бонием. Она действительно стала практически визитной карточкой этого коллектива. Сегодня об одной из самых солнечных и светлых песен, которая так и называется «Санни Солнечная». Западно-германский продюсер Фрэнк Фарриан – настоящий король ремейков. Его детище дали новую жизнь не одному десятку по-настоящему красивых и достойных песен. В 1976-м для своего дебютного альбома группа Бонием записала песню «Санни», превратив лирическую балладу в боевик танцполов. Автором «Санни» является Бобби Хепп. Написал он свою самую популярную песню в 1963-м и исполнял ее на разогреве у «Битлз» во время их американского турне. Первая запись «Санни» была сделана в Японии. Позже вышла американская версия оркестра Дэйва Пайка. Сингл с авторским исполнением появился в 1966-м и разошелся миллионным тиражом. Бобби Хепп – сын темнокожих слепых музыкантов. Его первое выступление пришлось на третий день рождения. В 1941-м он вышел на сцену вместе с Хэролдом. К девяти годам Бобби уже работал в ночных клубах. В юности получил место в оркестре, где играл сначала на перкуссии, затем на трубе и только потом стал петь. В ноябре 1963-го Хэролд был убит в результате жестокой драки в одном из клубов. Это событие настолько подавило Бобби, что не найдя другого выхода своему горю, он обратился к сочинительству песен. Именно в этот период он создал главную песню своей жизни, знаменитую «Санни». Оптимистическая композиция стала защитной реакцией автора на мрачные времена. «Санни» – это ода женщине, солнечная улыбка которой способна избавить от боли и отогнать все невзгоды, в то время как в жизни идет дождь не переставая. В середине 60-х за популярную песню взялись другие исполнители, среди которых оказались очень уважаемые персоны Стиви Уандер, Фрэнк Синатра, Элла Фитджеральд, Джеймс Браун, появилось великое множество инструментальных версий хита Бобби Хэббер. «Санни» исполняли в эстрадном стиле, в стиле джаза, кантри и диско. Хэбб продолжал писать песни, но ни одна из его других композиций не пользовалась успехом. В 70-м году он взял творческую паузу, которая длилась 35 лет. В начале нового столетия о Хэббе сняли биографический фильм, после чего музыкант получил приглашение на гастроли и до конца жизни продолжал купаться в популярности своего шлягера. Бобби Хэбб остался в истории как автор одного хита, но какого? В 60-е годы минувшего столетия ему удалось создать песню, которую знает не одно поколение людей во всем мире и которая вдохновляет на импровизации не одно поколение музыкантов. Официально изданные сотни версий Сани – это одна из самых перепеваемых композиций и 25-я в списке 100 самых популярных песен 20-го века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok